Ему не 94, как указано в документах, а на два года меньше. Возраст приписал, чтобы попасть на фронт. Окончил Ленинградское военное училище имени Кирова, а в 43-м оказался на полях сражений. С тех пор одно из самых ярких военных воспоминаний – салют в честь освобождения города Орла. Потом в жизни Александра Егоровича будет еще множество праздничных победных залпов. В 2010 году был на параде победы Белоруссии. Раз я освобожал Белоруссию, вот я был приглашен на парад в Белоруссии. А в Москве мне пришлось впервые побывать на параде победы. Это было тоже неожиданно. Вот. Пригласили. В этом году Александр Умеренков впервые побывал в Москве. 9 мая ветеранов из разных стран объединила память о войне и победе. Вспоминает грандиозный военный парад и слова благодарности от российского главнокомандующего президента Путина. Ну что я хочу сказать. Россию есть чем защищать. Есть кому защищать. И в военном, и в моральном, и в политическом отношении. В военном отношении, что такая могучая армия, а в политическом, что избран президентом Владимиром Владимировичом Путином. Очень большие, хорошие впечатления остались. Ну а подвиги ветеранов необходимо помнить не только в праздник. В гости к Александру Умеренкову приехал представитель администрации президента. Теперь уже есть личный повод принять поздравления и рассказать о главных событиях такой большой и насыщенной жизни. И, конечно же, показать награды. Вы никогда не боялись трудностей, боролись, создавали, созидали, а главное, сохраняли все то, чем сегодня гордится наше Приднестровье. Ваша неуемная энергия и оптимизм поражают. От всей души, товарищ полковник, желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и всего самого доброго. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский. Большое спасибо Вадиму Николаевичу за поздравления. Я весьма рад, что меня поздравил президент. Спасибо. Поздравить именинника пришли представители госадминистрации, городского совета ветеранов, юно-армейцы. Мы вам обещаем, что мы будем также защищать эту родину, если что-то случится. И большое вам спасибо за это все. С праздником вас. Спасибо, ребята. Спасибо. Секрет долголетия, признается ветеран, в движении и оптимизме. А оптимизма Александру Егоровичу не занимать. Впрочем, как и желание встретить 100-летний юбилей и побывать еще не на одном параде. Лариса Тарабина, Валерия Усвайская, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.